доброго времени суток всем хорошим людям зовут меня андрей ермалкевич приветствую вас своей мастерской в гараже делаю я один проект и надо мне сделать на чпу пазы поперек волокон ну как бы видите вот тут вот все красиво нарисовано пазы но паз тут один он такой красивенький аккуратненький если я вот по простому начну делать на вот этой вот деревяшки паз ну вот поперек волокон у меня будут вырывы ну кто работал с обычным инструментом знает несколько приемов есть как предотвратить вот эти вот вырывы можно там делать жертвенные подкладки можно брать вот эту вот заготовку делать несколько шире потом отпиливать вот там вот та часть которая со сколами или сострадивать ее в общем-то не хотелось мне с этим заморачиваться чпу инструмент довольно мощный но станок с чпу я не нашел вот такого вот ясного объяснения как это можно сделать именно на деревяшках и именно поперек да поэтому я поразмышлял придумал проверил ну и хочу поделиться с вами нарисовал я вот такой вот прямоугольничек и получается он немножко шире заготовки чтобы фреза сюда могла зайти и нарисовал я дополнительно еще два отрезка вот такой вот отрезочек и вот такой вот отрезочек и что у меня получается с обработками то вот эти вот два отрезка у меня обрабатываются по контуру нажму будет видно вот получится фреза зайдет вот сюда а вот и фреза зайдет вот сюда вот это все прекрасно можно сделать если выбирать там это векторик там можно выбирать внутри слева снаружи справа попутное встречное и все это фрезеровка по контуру ну там нету смогу как бы фрезеровка по контуру, попутная, встречная это такое все довольно условное получается вот у меня фреза двигается в нужном направлении вот здесь вот зайдет и вот здесь вот зайдет да, паз у меня получается больше по ширине, чем диаметр фрезы значит, ну, с этими вещами понятно убираем их и вот сам вот этот вот прямоугольничек у меня уже фрезеруется выемка получается тут у меня все это дело идет по растру и вначале идет проход по контуру вот так вот ну, а потом вот это вот вся история происходит я думаю ну, кто работал с вектором, решение понятно идея ясна теперь покажу, как это все выглядит после того как обработается на станке с ЧПУ установил я в шпиндель 6-ти миллиметровую фрезу спиральную вот такую вот ротис видно ну, чтобы потом вот эту вот заготовку уже не выбрасывать или в печку не помещать я решил сделать как бы полезную какую-то штуку именно подставочку под телефон сейчас покажу, как я все это дело закрепил надеюсь, понятно там вот такая вот есть прокладочка соответственно все это дело под углом закреплено ну и вот тут вот будет у нас сделан паз так, сейчас включу всю вот эту вот шайтан машину она немножко пожужжит можно будет увидеть готовый результат ну вот я отфрезеровал пару вот таких вот подставочек ну смотрите вполне себе вот такой приличный результат получается для дуба как бы вот без всяких вот этих вот махинаций вполне себе ничего смотрится все это все-таки это дуб тут как ни крутись это ни разу не ольха допустим и это все идет поперек волокон но у меня это в общем-то это не ради подставок для телефона затевал другой проект там как раз будут пазы поперечные ну вот так вот хоть они будут более-менее прилично смотреться без каких-то диких вырывов я конечно не знаю но может быть это общеизвестный прием там все так работают я просто вот говорю не встречал поскольку я тут самостоятельно вот эту вот машину осваиваю тыкаюсь там где-то сам дохожу где-то что-то увижу ну в общем вот решил поделиться наверное на этом и все на сегодня спасибо за просмотр до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания